А вот русские православные, да, вполне себе этнические, да, то есть со славянскими лицами ходят на кладбище пожрать, да, то есть даже вмонтируют в ограду вокруг могилы своих родственников, значит, скамеечку, чтобы присесть, там покушать, там еще столик, то есть этого тоже в Библии нигде нет, то есть вот у русских как бы вот такая тема, а у цыган другая тема, у цыган им Иисус разрешил воровать. Буквально как бы, то есть да, тупо разрешил, потому что они один из гвоздиков смели, потому что Иисус, он как бы, у него ноги должны были быть прибиты по отдельности и крест должен был быть Андреевский, вот, а цыгане, они видели один гвоздик и, короче, римлянам пришлось переделывать крест из-за этого. Я не шучу, как бы, то есть это типа, это реально вот очень популярная мифологема в цыганской народной версии христианства, значит, и как бы поэтому Иисусу одним гвоздем пробили две ступни. И ему от этого было лучше, я хуй знаю, но, в общем, он разрешил цыганам воровать в итоге за это. Ну, а у русских есть поверье, что... Вы знаете, почему воробьи не умеют ходить нормально, а только прыгают так? Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Слышали когда-нибудь, когда-нибудь вам бабушка не рассказывала, почему воробьи прыгают? Нет? Короче, когда евреи убивали Иисуса, воробьи помогали им. Они носили гвоздики. И поэтому Иисус их проклял нахуй, чтобы они были вынуждены с тех пор всегда прыгать. Я не шучу. Я не шучу. То есть, таким образом, воробеи это как бы евреи от мира птиц. Вот. Да. Какие нахуй проклятые воробьи, что ты несешь? Кто-то уходит после этого. Чего нахуй? Это, кстати, популярная мифологема в таком русском народном православии, короче. То есть, про то, что воробьи, они, короче, носили гвоздики, значит, чтобы Иисуса прибить. И поэтому Иисус их проклял нахуй. Справедливости ради, для Иисуса это не то, чтобы прямо out of character. То есть, если бы в Новом Завете было бы буквально написано, что Иисус сказал воробьи, вы хуй, я вашу маму, папу, как бы и проклял их навсегда. И это, в принципе, вполне себе вписывалось бы, потому что в Новом Завете буквально есть притча про то, как, значит, Иисус хотел поесть фигов, короче, он хотел поесть инжир с фигового дерева, да, инжирного дерева, соответственно. Значит, а инжир был не в сезоне, и у дерева не было плодов. И поэтому Иисус проклял нахуй это дерево, и оно засохло прямо на месте. Я шучу, вы можете накуклить прямо сейчас. Это во всех версиях Библии будет. Ну, чисто, чтобы вы понимали, очень поучительная история. Очень поучительная история. Она учит морали, нравственности, как бы ответственности, да. Она учит, что с великой силой приходит великая ответственность. Но еще с великой силой приходит великая сила. То есть тут как бы важно понимать, что когда ты сын бога, и тебе кто-то что-то не так сделал, ты, конечно, можешь вот это вот все делать, но это типа, это вот в конце запланировано, да, ты в конце делаешь вот это вот, а в промежутке ты можешь проклинать нахуй деревья, бухло генерировать здесь ниоткуда и так далее.